Мир вам, Игнатий Тихонович. Маленько отступи подальше, это одни глаза видать только. Назад, отшатнись. Подальше отойди, лицом, подальше. Сейчас, сейчас, сейчас. Дальше отойди, совсем не видно, только один нос и глаза. Вот, еще дальше. Еще дальше. Да, дальше, просто не видно так. Говори. Сейчас хорошо. У нас все выставляется в интернет, вы не против? Я только вот, тогда мы с вами поговорили, вы это сразу выбросили все в интернет. Ну да. Но это же между нами, зачем вот это вот? Все, тогда разговор окончен, тогда. До свидания. Разговоров нету. Что здесь по тайну делать, а тайны-то нету? Еще преступники какие? Так, пожалуйста. Ну хорошо, хорошо. Вопрос можно задать? Подожди, подожди. Сейчас я минуточку. Я хотел так. Я, подожди. Согласен, что выставляется все в интернет? Представляю. Мы ничего не представляем нигде, чтобы согласен, значит, все. Так, еще подальше отступи, прямо совсем близко к экрану. Тут диван стоит. Ну, отодвинь диван. Маленько. Ну, а его нельзя, он упирается в стену. А это нельзя отодвинуть, глазок-то, чтобы от тебя подальше. Глазок можно отодвинуть, хозяин тут сейчас, минутку. Попроси, потому что голова на фронтену. Вот это, вот эта двинка, блин. На дивану шланг. Я низко тогда сяду, понимаете? Камеру можно повернуть на вас. Ну, маленько отодвиньте дальше, чтобы голова вошла в экран. Сюда. Нет, все, пока, давайте. Так, вот так пойдет. Ну, маленько, хоть не идет, но все равно прямо обрезан. Ну, ты видишь, как я сижу, видишь, грудь видит, бороду, у меня все обрезано, голова и борода, все отрезано. Все, все, все. Так, говори, пожалуйста. Ну, мир вашему сердцу. И вам также. Хотел маленько узнать о вашей жизни. Так у нас все бывает. Много изменилось, потому что я смотрю ролики иногда. Все меняется, как бы вот. Ну, по отношению, например, московской патриархии. Какое сегодня у вас отношение? Какое вот, как вы? Или нашли какой-то компромисс? Какое было 50 лет назад, такое и сегодня. У нас ничего не меняется. Не меняется. Не меняется, нечего менять. У них не меняется и у нас не меняется. У нас Слово Божие, которое мы проверяем. Отношение хорошее. Их митрополит приезжает у нас, служит. У нас, в Потеряевке. Митрополит Сергий. Нет, в Потеряевке. Потеряевке. Приезжает с секретарем, с священниками, с хором. И уже три раза у нас было служить. Что еще надо-то? Нет, минутку. Вы же против были соединения. А мы не соединяемся. А как приобщаетесь тогда с христовых тайгами? Акт, акт. Приняли. Акт о каноническом общении. Акт о соединении речи не было. Это Путин затеял-то. Да как? А как причащаетесь-то с ними? Ну как причащаемся? Завтра я выставлю ролики. И ты посмотришь, как вчера причащались у нас. Что я тебе буду говорить? Там все показано. И когда у тебя так будет, такой порядок, щинность, ты скажешь, вот это да. Ну хорошо. Выставите ролик, я посмотрю. Значит, я понял. Сослуживайте, причащайтесь в литургию. Ну они уже не в литургии. Как без литургии-то? Когда это таинство Христово? У нас по-другому никогда не было. Но по отношению их, вот у них нарушены, допустим, каноны, вы видите, это, они не стараются исправлять их. Вы-то как с этим смиряетесь? Мы не смиряемся с этим, мы говорим. Но мы признаем благодатность московской патриархии. И где бы я ни работал, 53 года, всех до одного направляем московскую патриархию. Ну понял. Так, теперь дальше. Значит, я хотел спросить, вот Павел Ирмоленко, отец Павел-то. Да. Как его сложилось-то, дальнейшее это вот? Ну он сейчас, наверное, у этого, у пасечника Тихона, архиепископ в Омске. В Омске, так, так. Он у меня неделю назад был, приезжал тут, проезжал мимо. У нас с ним очень хорошее отношение. У него сын Ваня там приезжает вместе. Так приход у него есть, да? Ну да, не один. Не один даже? Да, конечно. То есть он у себя там камень набит, так и живет? Так живет, там проповедует. Его архиепископ благословил на всевстороннюю миссионерскую деятельность. У него нормально все. А он законный архиепископ, закон о рукоположении у него. Потому что они стали торопиться толкать патриархию-то. И произвели раскол. Это раскольники Московской патриархии. Это главные раскольники. И они раскололи зарубежную церковь на 13 частей. Ищут виновного. А в соединении речи не было. И когда там у них где-то на Яке, где было сакраменты, от нас ездили двое. Мой брат ездил туда. И они там, когда решали что-то, не давали записывать. Ходили, выглядывали, отбирали и прочее. Но ясное дело, что это нечистое дело. Первый положил начало Путин. Это огромная победа была. 360 точек КГБ сразу появилось в мире. Он очень мудрый. Он, полковник КГБ, это его задача была. К верующим это никак не относится. Тут только одна беда. Предательство, как император отошел, когда он сказал, кругом измена, трусость и обман. Вот это измена, трусость и обман. Все покрыли сегодня. Ну вот мы видим, он причащается, Путин. Духовник, говорят, есть у него. Значит, вот как это вот на это смотреть? А смотреть не надо, надо молиться. Ему очень трудно, и мы должны молиться о Ютубе, чтобы не было покушения на него. Нам было повеление молиться за царей, за начальствующих. Но входит он в то же время в иудейскую синагогу. Знаем, видим. Это как-то несовместимо, как-то получается. По канонам, да. И поэтому отвечать будут те, которые там, Тихон Шевкунов, кто исповедует. К нам это не относится. Он бы приехал, мы бы его приняли. Но сказали, что будешь стоять соглашенными. А, вот так? Да, только так. Мы каноны стараемся все до одного выполнять. У нас ни торговли нет, ни чего. Десятина святая. Да, да. Мне приходилось месяц назад где-то, я был в Ишиме и был, имел встречу с Михаилом Буряковым. Да. Ну так пообщались, повспоминали. Я говорю, вы же жили какое-то время в Потеряевке. Ну он так говорит, да, жил. Но я потом, у меня мысли изменились. Я, как говорится, уехал, не стал там, значит, жить. Я говорю, вы сейчас-то где пребываете? В какой юридикции-то? Он говорит, ну я, то Агафангела, как он мне вроде сказал, принадлежит. Я говорю, так как духовно-то общаетесь здесь, поведаетесь или как-то? Ну он говорит, я езжу в Москву, там есть Агафангела вроде там, владыка. Не помню имя, но вот такое. Ну вот так поговорили с ним, вспомнили вас. Ну, остается на своем, значит, что, например, никакого сближения не должно быть с московской патриархией. Говорит, Игнатий Тихонович, правда, изменил. С первого он был, как это Гала там написано, говорит, шли хорошо, но кто вас установил-то? Все вроде было, а потом уже как бы сменили позицию свою. Так, я скажу, отец Сергий, почему я об этом ни вас, никого не спрашиваю? Почему вас это так интересует? Своей души разговора нет. Я просто спрашиваю. Я никогда не говорю, ни с одним человеком не говорю. Мы говорим о том, что касается Христа, спасения, юридикции, кто крышует. Вам зачем это все нужно? Я ни одного человека в жизни не спросил, ни одного человека. Потому что в книгах у вас это жирным написано. Понимаете, я почему говорю? Ну что ты узнал? В книгах-то постоянно об этом. Ну его-то зачем спрашивать про это? А сейчас-то я книги читаю, а сейчас-то какое отношение? Вот почему я задаю. Какой епископ, например, вы там в книге пишите, у нас лавр был. Теперь кто епископ у вас? Вы без этого не можете жить. Мы принадлежим Папе Римскому. Ты успокоился? Папе? Все, Папе Римскому говорит. Только честно вот это, знаете, спокойно, просто отвечать. В среду мы Папе, в четверг армянскому. А в воскресенье Пимену, ну, доволен? Ну, это не ответ, это уже знаете. Что вы, интересно, глупостями занимаетесь. Кто крышует вас? Первые апостольские вообще ничего не знали. Ходили, проповедовали, спасались. Вы в книге-то пишете, Игнатий Тихонович, в книге-то вы пишете. Мы по домофорам такого-то. Я говорю, не пишу уже больше десяти лет. Я не пишу ни одной строчки. Успокойтесь. То есть я-то говорю, вы же у вас изменения произошли. Час под домофором. Какого епископа вы, например? Я тебе ответил, я тебе ответил. Тебе понятно? Ну, это не ответ, конечно. Ну, что ты как какой-то саблинат это? Кто, как, епископ? В воскресенье у нас собрание было, все объяснено. Смотри ролики. Мы же ничего не таим, говорим. Хорошо. Интересно, главное. Я должен тебе уже сегодня уже двадцатый раз повторять. Вам больше заниматься нечем. Почему, я тебя спрашиваю? Я за всю жизнь ни разу никого не спросил, какой ты веры. Ни разу. Почему вы это все копаетесь, где-то лезете до нижнего беля? Зачем вам это надо? Кому я поверил? Какое тебе дело до меня? Я тебе ответил, что без епископа спасала вся церковь. Но были священники, которые исповедовали. А кто епископ? А ты скажи, в истории мира было так, чтобы... Нет, подожди, Игнатий Пикаревич, в книге у тебя написано. Без епископа нет церкви. Ты пойми правильно. Ну, епископ... Кирилл, епископ нет... А ты сейчас говоришь, без епископа опять. Уже противоречие, пойми. Да какой епископ-то? Где без епископа-то? Вы что, глупостями занимаетесь-то? И сейчас же и ответил. Без епископа церковь спасала всегда. Так, слушай, ты зачем пришел сегодня? Я просто... Да что просто-то? Вы они нахно всем покрыты. Ты почему такой возбужденный? Нет, подождите. У вас какого-то мира нет. Возбужденность какая-то. Я пришел сейчас, я тебе отвечаю. Вы спокойно выслушать, человек. Десять раз выращиваешь на одно и то же. Ну, какой мир-то? Я тебе отвечаю. Спокойно на эту беседу. Как написано? Выслушать как скротость. Я тебе ответил. Дать ответ. Я тебе ответил. А какая-то возбужденность это у вас? Обожди. Я спрашиваю. Я вас знаю поскольку. Ты не спрашиваешь. Ты докапываешься. Ты докапываешься. Я тебе ответил, ты опять лезешь. Я еще раз говорю. Почему я за всю жизнь ни одного не спросил? Ответь, почему? Да нет, вы спрашиваете. Почему я ни одного человека не спрашил, как он верит? Почему? А надо спрашивать. Если вы духовное лицо, духовник, почему не спрашивать? Наоборот, надо спросить. Да потому что по разговору вы не видны. Вы не работники никакие. Вы не работники. Я работаю с человеком. Уже через три минуты разговоры я знаю кто он. А вам нужно показать. Паспорт показать. А это что угодно можно написать. Ты человека узнай по разговору, по жизни. В прошлый раз такой же разговор был, как будто с места не сбегался. Это уже мир-то где? Россия на грани полного краха стоит. Уже этим летом будет гореть спереди и сзади. А вы все, епископы, епископы. Павел пришел в Рим. Какой епископ был? Какой? Там Петр был. Никакой канонической территории никто не знал. Ты признаешь это все. Сегодня в одном месте причащался исповедник, шел в другом, в третьем. Никто не спрашивал. Придумали какую структуру. Когда советская власть ударила, когда голову все подсекали, теперь все в котомке пошли. Все. Ни епископов, никого нет. И тогда Дамаскин говорит, вот к этому нас Господь и привел. Чтоб вернулись в первопостольские времена. А то епископ, ему крышует его кто-то. Да ты его в глаза не видел. Епископ нужен для того, чтобы с вас налоги брать только. Больше ничего не нужен. Душу вытряхать. Епископ должен душу полагать за овец. Трясетесь с епископом. Они не знают, куда от них спрятаться. Посчитай Андрею Кураеву, что он пишет сейчас. Как они, чем они занимаются. Какие они налоги дерут. А вы трясетесь, как прислужники Антихриста. Ты о душе думай. Как слово Божие сказать людям? Как жить чисто? А то смотрят на интонацию. У меня нет человека, который бы соблазнялся, я бы не воспоминялся за него. Как скорбим об этом? Куда патриархия людей привела? Люди вообще ничего не знают. Каноническая территория. Твоя территория. Рядом возьми квартал, и ни одного человека верующего нет. Какая твоя территория? Вы вдумайтесь маленько, что делается-то. И от кого идет? Златовус говорит, никого не боюсь, говорит, одних епископов. Это изуверская каста сегодня во многих местах. Им уже ложники, что угодно. Епископ. Там уже сам Антихрист давно сидит. Мы знаем, какой от нас епископ приезжает, служит. А зарубежные у нас тут и никогда и не были. У нас свой был всегда епископ. Бог знает, когда дать и когда отнять. Читайте Евангелие от Иоанна, 10 глава, 12 стих. Видит волка грядущего в наемник и бежит, потому что наемник. И вот это с патриархией связались и все разбежались в наемники. В мировой истории не было за 2000 лет, чтобы бросали своих и совали в другую резиденцию. Они хотели, чтобы мы в московскую перешли. В мировой истории не было этого ни разу. Мы создали уникальнейший случай. И Бог дал нам полную свободу. Полную, абсолютную свободу в Духе Святом. И теперь полная ответственность легла на меня, как написано. Вот кто епископ? А где причащался? Что за вопросы? Почему Павел никогда никого не спрашивал об этом? Вы зайдите и сейчас увидите воскресенье. Как идет причастие, как литургия. И ты увидишь, что тебе ни одной службы такой не пришлось служить. Какой порядок, какая чина. Златоуз говорит, наведи порядок, а потом служи. Он дороже твоей службы. Как одеты люди, как подходят дети, какое песнопение. Ты глазами своими увидишь, не мои слова там будут играть-то. И ты скажешь, прошла моя жизнь мимо. А ты мог такую общину создать. Ты понял на все это? Я говорю, ни разу, ни одного человека за жизнь не спросил еще никак. Разговариваю, я уже вижу, кто он такой. Через три минуты я уже буду паспорт подавать ему, его паспорт. Это Дух Святой просвещает. А тебе можно, говорит, любой лапши навешать. А я такой-то. Бобер, говорит, на воде. Ну, хорошо. Да, в том немедленно беседы, конечно. Ну, жаль, конечно. Я что хотел? Вот сегодня мы касались тут вопроса. Значит, первая глава Матфея, там, значит, Рождество Иисуса Христа. И там как бы две мысли. Но с протестантской стороны тоже были. Значит, они придерживаются все-таки, раз это предание, нельзя писанием доказать, допустим, что это были дети Иосифа, вот, обручника, значит. Поэтому они не принимают, как бы, мы не можем принять это предание. Я тоже в книгах, как бы, вот, в ваших читал, что вы тоже держите все-таки писание, не предание. Поэтому вот хотел спросить, то есть вы придерживаетесь, что вот Иосиф был действительно обручник. Там уже старец был, как вот предание говорит, взял, Марию. Значит, вот такое. А еще пример, все святые отцы так понимали, мне ничего не надо выдумывать, мы ничего не прибавляем. Мы строго держимся предания. Но писанием, говорит, не подтвердишь. Не подтвердишь писанием, что у человека два глаза. Вы нигде не найдете писание, нигде. Что два глаза? Нигде вы не найдете писание, что у женщины есть душа. И что? В писании нет этого ни одного слова, не говоря о современности. Там другая терминология. Да даже так подумать, что она родила кого? Создателя мира, и какой-то Иосиф бы с ней спал, ложился. Ну в уме или нет-то? Это ковчег Божий. Это все равно, что в ковчеге бы кто-то ложился спать. Потому что все это заветное было прообразом, прообразом. Слово крест держали на Христа. Ковчег на Божью Матерь. По-другому не понимали ни католики, ни православные. Ни одна историческая церковь так не понимала, чтобы у нее были. Зачем это нужно? А то, что блудные. Они не понимают ни святости, ничего. Сектанты. Церковь Христова никогда на это не посягала. Прист на Дева Мария. Прист на Дева Мария. По-другому не знал ни Рапаэль, ни Лембрандт. А что с ними разговаривать? Они не в церкви, никогда не причащались. Они не просвещены Духом Божиим. Остается одна дерзость. Вопросы эти даже решать не надо. Они уже решены. Их надо только принимать и исполнять. Посты, которые идут, рождественские все, они не евангельское устроение. Но я православный, вопросы снятые. Я должен строжайше выполнять. И мне это на пользу. А дальше выпросить у Бога, чтобы я делал это с любовью. Обо мне позаботилась мать церковь. А я начальник детского лагеря, Петров пост. Приезжают, у нас сливки. Все есть, я не могу детям дать. Мне страшно неудобно. Я заменяю рыбой чем-то. Но я православный, детям рассказываю. Сегодня масла нет, среда пятница. Вот это будет ответ мой. У меня своя мысль есть. Я объясняю. Но исполнять все, что мне написано. Я-то здесь зашел, вот это, не я хозяин этой аппаратуры всей, вот, скайп, поскольку есть, так я вот попросил, чтобы соединили, так говорится. Хорошо сделал. Здесь есть еще молодой человек, Антоний, он посмотрел ролики ваши, и так, есть вопрос у него. Давай. Ну, подойди, задай. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос. Вы за экран как-то зашли, посередце встаньте. Вот так, вот, правее, еще правее. Вот так, чтобы видно было. Хорошо. Видно меня, да? Да, видно. Вопрос. У нас все выставляется в интернет. Вы не против? Не против. У нас тайны никакой нету. Мы не добавляем ни кадров, не монтируем, как есть, так и вставляем. Люди учатся через это. Слушаю вас. Пожалуйста. Я согласен, потому что животрепещущий вопрос многим успокоит. Говорили. А относительно Деницы, Светлого Ангела, как получилось так, что он вообще стал, возгордился, откуда первый импульт пошел вот этот? Никто не знает. Никто не знает. Есть только один стих в Библии, на который Златулус опирается. Чтобы из молодых не ставили тысячи тирабы, дабы не попало в суждение по гордости вместе с сатаной. Гордость. Сяду в сонми богов, превознесу выше, поставлю на севере отсюда. Вот это главная болезнь, гордость среди епископата. Это главная болезнь. Гордость происходит от чего-то источник гордости. Я хочу быть как он. Вот я сейчас возгордился, я бы хочу быть как Путин. А чего ради гордиться? У меня ни данных нету, ни поддержки. Дело в том, что мы сейчас уже в греховной природе находимся. Это не то впечатление. Мне нужно узнать, как тогда получилось. Никто не знает. Ян Златоуст говорит, на чем в Библии не написано, о том не рассуждаем. Мы можем долго говорить, но это не подтверждается ни Писанием, ни преданием. Никто не знает. Как же потеря веры тогда будет сразу же? Или автоматически будет кто-то виноват, тот, кто создавал тогда этого Денису? Получается так, если он... Его Бог создал. Он был ангел света. Остеняющий Хюгарим. И написано, где он был. 14 глава Исаии, 28 глава Иезекииля. А дальше 12 глава Откровения. На небе произошла война. И он был побежден и сброшен. И говорит, горе живущим на земле. К вам сошел дьявол в великой ярости, зная, что немного ему осталось времени. И мы должны согласиться с этим. То есть принять на слепую веру это все? А вера, она не может быть другой. Слепо принять вот это, вот то, что произошло, не размышляя. Правильно, Господи? Вера, это что такое? Осуществление ожидаемого. Уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. А если ты видишь вере, зачем? Тут веры не надо. Тут практика, образ, зрение, пять органов чувств. А неверующий Богу представляет его живым. Бога. Писание сказало, я сказал аминь. И все. Все Писание Бога духовновенно. А неверующий в Слову уже. Неверующий. Это иррационально. Иррационально. То, что там необъяснимо, непостижимо. Рациональному уму это непостижимо. То, что произошло там, на небе. Я правильно вас понял? Понимаете, давайте говорить словами иррационально. В Библии этого нет. В Библии говорит, только что приоткрыло, и мы это приняли. Другого нет. Дальше за грани нельзя заходить. Я вот уверен. А почему? Человеку разум не просто так дал. Верить. Но как я могу проверить, что Адам сотворен из земли? Скажите, как? Какие доказательства? Никаких. А что Ева и серебра? А там конца края никакой. Это сатана уже вопросы подкидывает. У меня как-то... Точно. Я хочу сказать, я лежал в больнице. Но там обо мне уже узнал один профессор. Ну и пришел. Я хочу с вами поговорить. Я много о вас слышал. Стали говорить. Я ему отвечаю на вопрос. Скажу. Он говорит, а у вас свои-то мысли есть или нет? Что он мне тут цитатник Маузедона, когда фразы из Библии говорите? Я говорю, а я вас сразу узнал. Как вы узнали? А вы еще в районе, я говорю, к Адаму подходили. Вы желаете меня выбросить за ограду священного писания, которое Бога Духновена, а Духа Святого? И чтобы я говорил своими словами вопреки этого. Зачем нас кушаешь? Он сразу ко мне потерял интерес. О, а я думал о вас. Вы ошиблись. Я христианин. И в том христианин, имеющий страх Божий. Когда за каждое слово придется отвечать перед Богом. Ну а размышлять это вообще грех или нет? А размышлять в этом порядке. Как? Какая глина была? Ну какая глина? Бог создал из глины. А из какого? Это же абстрактные понятия эти. Понятия никакого нету. Это абстрактное в кавычках все. Это же символы какие-то. Никаких символов нету. Это реально Бог первого человека сотворил Адама. И тому только 7,5 тысяч лет. Никаких раскопок на 10 тысяч лет обитания человеку нету. Это абман. Сотворил земли. Дальше наполнил. Был потоп. А куда вода делась? Высокая самая вершина на 15 локтей покрыта. А куда вода делась? Тебе надо рассуждать. Написано в источнике. И вода опять туда ушла. А как это могло быть? Да не поместились бы все живы. То есть конца не будет никакого. Содомы сговоры сгорели. А куда они делись? Раскопки нигде не найдены. На дне Мертвого моря. Хорошо. И пилот первого вопроса. Это то, что это все равно иногда не узнать. В общем, иногда не узнать. Любовь, милосердие, воздержание, милостыня, молитва, пост. Все, что требуется. Человеколюбие, покорность. Это все вмонтируется в страх Божий. Хорошо. И последний вопрос от меня. Это относительно свободы воли. Мне одно непонятно. Бог свободен един по-настоящему. На сто процентов. Там свобода бесконечная. А человек, насколько, поскольку, поскольку свободен в соотношении с Богом, вот мне непонятно. Если же человек свободен от Бога полностью, то почему мы до сих пор не освободились и в рабстве находимся в каком-то непонятном? Ну хорошо, непонятном. Вы решили, что мне этой свободы не хватает. И вот началась перестройка, дали свободу. И куда все пошло? Наркотики, воровство, коррупция и блуд. Главное блуд. Все. А что нужно делать? Да нет, даже от этого свободы можно и от наркотиков освободиться, если полная свободу. Мне не надо было перестройки, и так было. Но тут впервые появился разговор о сексе, журналы, фильмы, там, все это. Нам нужно познать, почему древо познания добра не дало знания другого. Кроме того, что слушаться Бога хорошо, а не слушаться плохо. Больше ничего они там не узнали. И мы в это верим. Поэтому я вникаю в закон Божий, изучаю его, смотрю, молюсь. Написано семикратно в день на молитве. Бог дает силу расслышать голос Божий. В прище Соломона, 30 главе, 5 стих, написано, всякое слово Бога чисто. Чисто. И написано, не прибавляя к словам его, дабы он тебя не обличил, ты не оказался лжецом. А участь лжецов в озере огненным. Что бы ни добавил, в Библии нет этого. А стоит ли читать, извините, я перебью вас, стоит ли читать Владимира Ловского, православного такого есть, богословство, стоит ли о свободе воли. Вот у него книга была «Свобода воли». Вообще стоит ли читать это, прислушиваться к мнениям таких вот, как Ловский? Свобода воли в рамках Священного Писания, Святой Библии. В рамках послушания Богу. То есть я могу сегодня спать 10 часов, а могу 8, а могу 1 час. То есть мне дана свобода воли. Пойти к больному или не пойду. То есть в рамках допущено. А когда человек дальше начинает идти, он ничего не получит. Он сам себе веревку на шею наденет. Сатана даже не может в свиней войти и разрешения просит. Это нам кажется, а он может, не может. И Бог-то не всемогущий, как мы понимаем. Бог многого не может. Он не может отречься от самого себя. Не может солгать. Не может оказаться неверной в слове. Но это понятно, что это не его свойство. А нам написано «Будьте святы, как он свят». Вот в этом промежутке мы должны найти себя. А какого толкователя придерживаться вообще? Толкование всех отцов православной церкви нужно придерживаться. Главное – это Златоуст. А в общем собрал все феофилак болгарский. Вот у нас Трехтомник вышел с откровением вместе. А Ветский незавет в толковании? Есть. Епископа Вестариона. Очень много толкует Иоанн Златоуст. Вот 4-й том «Бытие», 5-й том толкует «Салтырь». Но часть утеряна. Утеряна. Бывает там 15-й, сразу 22-й. Утеряна. Нашли уже где-то, я не знаю, может быть, лет 150 назад еще толкование на Исаию. У армян сохранилось. И теперь у нас 12 томов и она Златоуст. Они у меня на моем сайте. Библейский сайт просто. Православный библейский сайт Игнатий Лапкин. Я там 12 томов насчитал. Вы можете снять и слушать. И после того, как вы это послушаете, все остальные толкования тебе покажутся темными и ненужными. Вы ссылочку на сайт не дадите. С фильмами спасения. Сейчас, как поговорим, я в конце скину. Нашу вору в YouTube все дам. Хорошо. И вот в заключении я просто хотел бы итог провести. Я вот придерживаю все каких-то рациональных суждений. Я вот человек рациональный, деталям. Вот сложно ли вообще в дальнейшем постигать? Можно ли вообще веру постичь, если обладаешь рациональным умом, то есть логическим, редуктивным? Это вообще это возможно или нет? То есть стремиться ты можешь познать природу, окружающий мир, но для этого нужно не одно десятилетие, чтобы познать то, что уже открыто. Только это запомнить. Мы считаем, говорит, слово Господне твердо, как луна. А чтобы узнать, какая луна твердо, потребуется тысячи лет. Пока забросили туда луноход, пока посверлили, пока американский нейр Ампстронг побыл там и увидели образцы, собрали твердо. А Давыд-то откуда знал? Познавать надо, узнавать. Ласточка знает, голубь знает место, а как летит, какими электроволнами, вот узнай. В заклеенные глаза мышь летущая летает. Как она? Электроволны, радар у ней. То есть все, что вокруг нас познавать ты будешь. Небеса пропадут, слава Божия, делай круг и вещать твердь. Познавай рационально, но только все в рамках Писания, не выдумывая ничего. А вот были... Опять, что человек-то сам себя же не создавал, он же не хозяин сам, а не в себе. Понятно. И тут тоже все заключения вот эти о мире его... Я вот с вами хочу проконсультироваться. Все заключения относительно мира, это же все человеческие надуманности. На самом деле не знает кто, как, что есть материя такое, на самом деле происхождение. Вот это вот, что вообще есть такое вот это вот все вот это. Человек просто заключил заранее, да, вот это вот все вот об этом, что вот оно так есть в его понимании, в его сознании, в его мышлении, да. А на самом деле это неизвестно все, на самом деле, как. Это уж с точки зрения Бога все будет ясно, как он дворец, да. Я верно понимаю или я ошибаюсь? Вы зарядите, вот как мы закончим говорить, вы зарядите мастера Маргарита Булгакова и разговор Воланда, когда он им говорит, чтобы с собой самому управить, ну, по крайней мере, надо план иметь хотя бы лет на тысячу. И дальше показывает, сегодня будет на Патриарших прудах интересное событие, голова отлетит, а он как раз сидит рядом, глаза вытаращил. Мы ничего не знаем, как должно знать. А кто думает знает, тот ничего не знает. Мы смотрим, как тусклое стекло перед нами, Павел говорит. Да, согласен, здесь вот это, что все непонятно видно, вот именно, что это как 2 плюс 2 будет 5, как говорится, да, если это с точки зрения другого мира, да, смотреть, если... Ну, вот смотрите, люди много изобретают. Мы говорим, а могут они взять, ну, еще, получается, трава, это молоко, трава и вода. Ну, теперь на кассете траву сложите ее с водой, перемерите, добавьте, или как там, получится, не получится. Почему? Потому что в молоке 96 элементов, таблицы Менделеева. А у коровы это есть. И ты посмотри, как оно есть. Ты можешь исследовать до конца, где всасывается какая там книжка, перелистывается. Ну, в этом деле преуспели финны очень сильно. И они сделали молоко, сделали, но она зеленая получилась. Стали кошку кормить, сдохло. Тогда стали добавлять туда молоко, або немножко, она стала оживать. Вот причина какая. Мы ничего не знаем, как должно знать. Потому что, почему ногти растут, зачем они? Я задаю вопрос, а для чего ногти-то? Даже это мы не знаем для чего. Может быть в шею давить, а может быть черточку провести, где нам ехать. Почему материал такой для ногтя выбран, именно такой, а другой, да? Я однажды задал такое, едем дорогой-то, ну, время-то есть у нас. Я задаю, скажите, что у меня есть сейчас в руке, в кармане, без чего человек жить не может. И все время старается от этого избавиться. Но если у него этого не будет, он будет платить большие деньги, чтобы опять у него было. Уж гадали, гадали, гадали. Никто не мог отгадать. Я говорю, сопли, сопли. А они задерживают слизистую пыль всякую. И когда, если бывает, у человека перестанет выделяться жидкость, у него начинается сразу же засорение бронхов и прочее. Он большие должен деньги платить за смазку. Мы даже это не разобрались. Вот я спрошу, у женщины растет борода нормально? Нет, гормоны сорваны. У мужчины нет бороды. Зачем вы ее бреете? Конкретно. Зачем? Вы посмотрите, Фридрих Энгельс, Карл Марс, даже Ленин сидит. Но Попов, адмирал такого-то, Верещагин, кто бы не был. Зачем? Все иконы с бородами, пророки, апостолы, зачем вы бреетесь? Вам никогда не ответить. А это что, подражание миру? А кто-то любит мир, в том нет любви очень. Дружба с миром, если вражда против Бога. Не бери бритву. В маленьком сдвинься. Соблюдай посты. И ты увидишь уже, как по-другому свет засияет. Игнатий Тихонович, И еще, подревожу немножко вас. По поводу московского патриархата, опять же, такой животрепешущий. Это вот, они вот, вы как вот считаете, они модернисты, они вот продвигают все, вот освещение вот там такого, чего вообще нельзя освещать. Это вообще грех, не грех. И они как вот пытают гносиологизм, вносят то, что веру нужно разложить на, чуть ли не на запчасти, на детали, донести там до тех, кто ее совершенно, ну вот, вот этим вот занимается. Вот такой вот модернизм у них идет. Никакого модернизма не должно быть. Мы должны слушать голос Духа Святого. Первое, родиться свыше. И второе, быть Вадимом Духом Божьим, о чем Серафим Саровский говорил. Больше ничего не надо. А в этом все. Это милосердие, это смирение. Это то, что Господь тебя ведет. Ты стараешься расслышать его голос Духа Святого. А они с разной постройки, с церковным устройством, друг над другом, там патриарх. Бог ничего этого не устанавливал. Ну, ну, а если пусть будет? Бог ничего этого не устанавливал. Я и Бог, мы двое, между нами прокладок никаких не будет, ни епископа, никого. И тук вот этого патриархата, как это все может закончиться? С вашей точки зрения. Все будет разрушено, написано. И дано ему было вести войну со святыми и победить. То есть христианство будет уничтожено. Но останутся некоторые где-то. Мусульманства не будет. Будет одна вера еврейская на земле. Будет один еврей над всем миром три с половиной года. Из колена данного. Так называемый Аммашиах, Антихрист. Вот чем закончится. В России, как говорит Осипов, первые примут Антихриста. Потому что они царя, искупителя ждут. Осипов, Алексей Ильич говорит. Это действительно так. Нация русская больна. А когда это будет и долго ли это вообще? Этого мы не знаем, но судя по событиям мировым, близко, недалеком. Вот это чипы, ННН. Вот это все меняют. Это все говорит о том, что рано или поздно будет посажен чип. На челу или на правую руку. Там вся будет информация. Паспорта не надо, денег не будет. Ну понятно, что... Война в Сирии это первые признаки или нет? Признак написан. Услышите о войнах, военных слухах. Еще до России дойдет. Они говорят, следующее у нас там Иран. Дальше это подбрюще России, Туркменистан. Дальше Россия. Ее всколыхнут сразу. В одном только... Я так говорил вам... В Татарстане. Сколько людей прибывает оттуда, которые связаны с ИГИЛом и прочее? Кажется, 67 тысяч. Речь идет о том, что если сейчас поднимут мусульман, то их число, которые возьмутся за оружие, больше, чем вся милиция и вооруженные силы. Один Татарстан, Казань, Россию станут пополам перерубить. Нам нужно только молиться и доверять Богу. События очень ясно вырисовываются. Я вот, Игнатий Николаевич, хотел спросить про Андрея Кураева. Что с ним, где он сейчас, что с ним произошло-то? В данный момент я не знаю где. Он меня приезжал, у меня книги брал. Сюда, вот я сижу, вот здесь был он. Вот. А все Влад Чаплин, это расхождение во мнении экспатриартов, да? Он так и сказал. Сказал. Я то, что он сказал, я это разъясняю. Он 30 лет сидел и на нем столько налеплено, что ему всю жизнь хватит молиться на коленях стоять. Не восстановили? Он и не просится, он ушел. Зачем? Кто его восстанавливать будет? Вы про кого спросили? Ну ладно, спасибо вам большое. Вы сейчас спросили про Щаплина или про Кураева? Последний раз. О Щаплине? Щаплина. Про Щаплина. Ну а его как восстанавливать, когда он ушел? Андрея восстановить, это можно вопрос поставить. Не восстановили нигде пока. А Щаплин он сам ушел, он и не восстанавливается, ему это не надо. Ну все у меня, все. Спасибо вам большое. Слава Христу. Спасибо. Слава. И еще. Так, я хотел еще. Еще спросить, Игнатий Тихонович, у вас фильмы есть? На ваших роликах просмотреть бы фильмы. Какие? Ну как один я просмотрел про староверов. Так, где-то в Томской области вроде там как вот один. А зачем мне? Вы это в интернете берите, у меня нет. У нас только наши ролики стоят. И наших роликов на нашем ютубе больше четырех тысяч. Мы еще не скрываем, как мы летом работали, как детский лагерь, как приезжают люди, как собрания идут. Нас спрашивать не надо, мы там все выложены. Я хотел еще спросить, вот с Украины приехал к вам этот молодой паренек. Да, да, вот он рядом, становитесь. А, вот, ну вот. Он снимает тут. Мир вам. Мир вам, Магадан. Ну как, все, слава Богу, прижили все. Да, спаси Христос. Да, да. Задавай ему вопросы, задавай. Так я что буду, вы там больше задаете, я что буду. Так слышал, что приехал, как вот, слава Богу, живете, трудитесь. Все. Помогите, Господи. У нас не было ни одного дня, чтобы вы ваше имя не поминали перед Богом на молитве. Я за вас молюсь тоже, каждый раз, за всех вас молюсь. С Геннадием иногда, с вас там так, ну, мало, перезваниваюсь. Так вот, с ним. Ну, он там в Абакане, вот как сказал. Ну даст Бог, может быть, буду мимо ехать, так заеду, как-то вот. Хочется заехать, его увидеть. Вот такая. Что еще? Значит, вы так и продолжаете, и у вас все, как и стояли, так и стоите в этом. Ну, мы вчера были какие-то, и сегодня, и 50 лет назад. У нас еще не меняется, потому что у нас на главе стоит Святая Библия. Предание святых отцов, жития святых, каноны церкви, вся патристика. Нам некуда идти, мы самые богатые. Зачем нам терять это? Вот о рождении свыше. Я-то, конечно, у меня узок, это круг поздания, но святые отцы конкретно что-то не встречалось. По рождении свыше как-то вот было учение как-то вот оно. Ну, нету такого. Как нет? А вы просчитайте, я на Златоуста 8 том, и вы найдете. Что покайтесь, первое, чтобы действительно было как-то это правильно, подошли к покаянию. Здесь. Ну да, покайтесь и веруйте в Евангелие. Да. Ведь искренне покаяние должно быть предшествовать. Тогда уже человек по вере идет как-то дальше, по крещению. А так, если этого нет покаяния, то уже сложно, конечно, здесь. Люди приходят, вроде не против креститься, но покаяния недалеки. Видишь, что их надо заставлять просто к этому как-то подталкивать. Но это тоже искусственно, это все. Если внутри не созрело у него, он знает, что надо покреститься. А когда задаешь вопрос, а зачем? Тут он сразу теряется и не может ничего. Чтобы быть ближе к Богу, чтобы Господь хоронил и там и прочее. От бесовской силы, ну и прочее. Много ответов, но конкретно нет. Как-то собрание было в Ишимской партии, мне приходилось слышать там. Один священник встал и говорит, ну задает вопрос владыке. Вот я крещу в храме, а никто не остается владыка. Ну как-то, говорит, скорбно. Стараюсь, крестившись. А люди вот вообще как пришли, так ушли. Что, ну может надо катехизацию как-то маленько бы побольше уделить внимания. Но он ответил, говорит, да, древняя церковь два года готовила. Ну и я тут рядом был, говорю, я поддерживаю батюшку, что нужно катехизацию все-таки, ну хотя начать с трех хотя бы месяцев. Человек восемь священников не поддержали эту мысль. Толку нет, говорит. Но вера-то от слышания ведь, от слышания от Слова Божия. Вера-то рождается вот именно вот соприкосновение с живым Словом Божьим. Ну не поддержали. И так он сел и на этом и закончилось. Мы пробовали, мы делали, толку нет. Практика показала нет. Все. Вот был ответ. Еще вопрос Антония. Игнатий Тихонович, вопрос у моего друга возник относительно вот этих. Есть ли душа уже... Правее, правее, сядьте, вас не видать. А тут, да, да, да. Вот так. Говорите. Нормально? Да. Вопрос у моего друга относительно... Есть ли душа у животных? Нет, кровь. Кровь называется душою. Душа только у человека. А вот почему вот многих людей волнует этот вопрос, что вот именно должна она быть, вот животные должны все-таки быть спасены, вот это вот... А вот чего началась эта смерть? У него одни вопросы. У вас другие... А нет, спасение-то не касается никаким образом. Сатана делает это. Водит по пустынным местам, написано. И ищет кого поглотить. Луковая суета, да? Нет, у курицы душа есть, нет. А у таракана... Понимаете? Почему вот люди-то так жалеют? Так привязаны к животным, что ли? Так, что вот душа, чтобы у них была там, лелеет или не знаю, вот так вот... Вот смотрите. Вам видно, нет? Так, да-да-да, котика мы видим. Котик, котик. Вот так. Ну-ка, дай-ка, Володя, принеси, ну-ка, сейчас покажу вам. Какая у меня красота. Понимаете как? Вот у вас газета губернская выходит. Алтайская правда. О, вот посмотрите. Ну, погляди. Какой красавец. Ну-ка, другую еще принеси. Где она там спит? А зачем кошки нужны? У меня три голубятня. Голуби. В газете у нас было написано, у злого человека голуби не водятся. Определитель голуби. Вот. А вот еще одна. Это мать того, которого сейчас показывал. Посмотри, какая шикарная. Но. Посмотри, какая красота. Голубые глаза. Сейчас скажу, смотрите. Вот. У злого человека голуби не водятся. Определитель один. Куры водятся, овечки водятся, а голуби не водятся. А у меня три голубятни. Три. И вот сейчас в комнате в коробке тоже живут. Притом у меня породистые голуби. А нынче живут беспородные. Я с улицы поймал. И вот они сейчас парят, сидят где-то. Я провожу опыт. Голуби болели, я посадил в лазарет. А я на них не касается. Теперь я делаю вывод. Понятно, никогда еще не приходилось. Надо жить красиво, интересно и даже в бедности. Нет души. Их селек, все дело. И голубей осенью речник порезал, там поели. И все это деликатес. Диетическая пища. Мы-то не едим. Но кто едит, мы ест. Тем мы отдаем. У батюшки бараны тоже режут их. Никакой души там нет. А животные умеют любить? Как? Умеют ли животные любить? Любить? Ну если применять привязанность к человеку, то да. Они очень умные. Мы их выносим... А как она может быть любить, если у нее нет души? Нет, я сейчас скажу. Я говорю, привязанность. Я же сказал вам. Если привязанность называть любовью к человеку, то вот тогда за счет любви. Привязанность к человеку инстинктивно. За хороший обиход с ней. Как так? Я вот на улице сколько собак есть, я их кормлю. Мне приносят мясо там с мясокомбината. Я их кормлю. У меня около ста воробьев, кормушка-то, может полсотни жуланов, сороки, вороны. Передо мной тут как зверинец на улице. Я просто люблю птиц. И животных столько. А у них нет. Они привязанность. Я выхожу из щеколки, только стукну. Со всей улицы собаки несутся ко мне со всех ног. Почему? Потому что они привязаны. Я занимался не один год в уголовном розыске. Я знаю, что такое. Да, дорого. Да, дается. И вдруг она погибает. Во время перестрелки собака была убита. Мы расстаемся с ней и плащем. Она охраняла. Это не надо путать, видимо, какую-то другую любовь. Любовь у животных, любовь другая совершенно. Это и нескольких разных типов любви. Привязанность, я вам сказал. Привязанность, если назовем любовь, то вина она как расположена. Она понимает это. Очень умное животное. А мы вас не задерживаем? Да нет, сегодня я свободен вечер. Мы только сейчас поговорили. Из Казахстана ко мне звонили. Подними голову, у тебя губы не видать даже. Назад. Нет? Назад еще маленько. Ну давай, говори. Я вот еще вспомнил, все хотел спросить. Ты уплыл, у тебя рта не видать. Назад маленько и повыше голову. Так, назад. Смотри в глазок, ты сам себя видишь, нет? Я хорошо, ровно в глазке-то вот в этом. Ну, короче так, потом смотреть будешь, скажешь, а что мне не сказали-то? Ты говоришь, у тебя один лоб вот так только видать. Ну, все нормально разве это? Ну, смотри, как я говорю, меня видно. И ты так же, чтобы тебя было видно. Вот так, да? Да, назад еще маленечко, чтобы видно было, чуть-чуть. И больше не наклоняйся, вот так говори, вот так видно. Пожалуйста. Я хотел в отношении предания опять спросить. Вот когда у нас Успение Божьей Матери, то там вот апостолы как бы со всех концов были собраны. Да. На погребение вот. Ну и так вот. Как вы вот придерживаетесь этого, принимаете? Ну, что тут придерживаются? Это написано, я сказал, зачем мне дурю маются-то? Сказали там. Я объясняю. Предание говорит, что они как на облаках там прибыли. Что тут выдумывать-то? А зачем я буду копать? А нет, не прибыли они. Они ехали на поезде. А они по телефону созвонились по мобильному. Ну, это конца крайняя дурь-то эта. Я принимаю все как есть. Почему? Так легче. Не надо думать. Я не принимаю только в видение Божьей Матери, во святая святых. А то убыть не могло. Его убили бы сразу. Потому что туда мог входить. Первый священник только один раз в году. А это монахи накрутили. А остальное нигде не нарушают. Я вот чувствую, накручено много. Пятнадцать ступеней поднялась. Ну, пускай в ступени все это можно. Но, что она в святая святых была, играла, забегала туда, это никак не могло быть. Они убили бы сразу ее. Закон? Считай книги Маковейской. Когда нечестивец пришел, там все, и девы, которые солнца не видели, все выскочили с распущенными волосами. Какое горе-то! Кто вошел? А римляне венесли в святая святых римского орла. Мерзное запустение Даниил предсказал. Вот это не годится. Где не вопреки писанию, не вопреки, не надо смотреть даже. Ну, сказали и сказали, что Божья Матерь жила столько-то. Ну, а может быть и столько-то. Зачем мне говорить? Я принимаю все абсолютно как есть. А когда родила, она младенца Иисуса держала, ей было неполно в пятнадцать лет. Это предание. Ну, да. А ее рисует какая-то старуха, хуже всякой цыганки на базаре. Это была прекраснейшая дева. Даже высказать нельзя. Это избранный сосуд. Бога-невеста. Счастнейшую Хюривим. И славнейшая без сравнения Серафим. Ну, в общем, благодарим вас с наступающим праздником, Рождества Христова. Также Отцу Якиму там поклон от нас. Ну, вот теперь будет только через две недели. Вот я сейчас сброшу данные, чтобы Антоник посмотрел там. И вы тогда посмотрите, как у нас проходит богослужение, как причащаются. И ты сам себе скажешь. Это вот в Барнауле у вас, да? В Барнауле, да? В Барнауле. Ну, в Барнауле, по Теряевке там вот. Вот сейчас к нам приезжал митрополит, Алтайский. Митрополит. Он сейчас митрополит уже? В Сергею. Сергей митрополит. Потому что разбили на архиепархии, ему сразу дали митрополит. Он архиеписком дня не был. И в Пискухе сразу митрополит. И он приезжает по Теряевку. И вот во время службы он ко мне наклоняется и говорит, скажите проповедь. Дальше. Я захожу в Алтай, благословляюсь. Я причащаюсь. Он меня сам причащает, сам своей рукой. А в это время какой-то бредовый там забредает. А кто у вас епископ? Ну, чего тебе зря-то дурью мается-то? Короче, вопрос. Некорректно. А во-вторых, у нас все выставлено. Они тогда давай нападать на епископа. На митрополита на нашего эти. Изберги. Я их называю кодла патриаршая. Писать, на него жалуются. То есть это изверги рода человеческого. Ну, я ему позвонил, только поговорили. Он говорит, что за люди, которые так на вас тут злятся. Говорит, такое впечатление, что они вас убить хотят. Это он говорит. А у нас с ним прекрасное отношение. Я расставались, когда я говорю, Владыка, чтобы нас заочно не разделили. Да вы что? Я говорю, а то будут наклепать, что они вдруг... Так уже, говорит, говорят. Вот так поставил. Вот уже стучит рогами сатана. Он уезжает, приезжает, обнимает, целует. Ну, что я могу показать? А искренне он очень добрый. Могут настроить против. Не знаю, по сегодняшний день все как есть. Но вот вопрос крещения, как... Вы же говорили, наверное, беседовали. Беседовали. Как он вообще на это реагирует? Его ответ должен быть согласно священному писанию. Мне его не обсуждать. Но мы говорим, крещение только троекратное, полное погружение. И у нас нынче были отовсюду люди приезжали. Каждый июль месяц приезжают и крестятся в озере. И все это заснято. Все заснято. Притом, один с одной стороны снимает, другой с другой. И тот и другой вариант в интернете выставлен. Мы ничего не скрываем. Ничего. И вот сейчас, в это воскресенье, собрание было. Я его, наверное, послезавтра выставлю. И одна зашла с щитом, Колесникова фамилия, Николая и Анна. И говорят, вы бы сделали такой ролик каждый день. Какие были события, что... И мы стали выставлять, и уже 23-й завтра будет стоять. 23-й день. Каждое утро мы делаем подсчет, кто писал. Я даю ответы на это. Так у нас чуть не в три раза увеличилось количество посетителей нашего форума. Получится, для людей так это интересно. Потому что вопрос простой задан. А я по всему Писанию, по Библии, по канонам. Ну вот возьми, Андрей Кураев где-то говорит. Я не знаю где. Ну, тогда еще, когда его не гнали. И вот он задает вопрос. Слушатель, а вы знаете, кто самый знаменитый, самый выдающийся миссионер нашего столетия? Где? В России. Не знаю, это он говорит. Игнатий Лапкин. Это Андрей Кураев. Я таким себя не считаю. А в это время один человек это слышит. И он начинает спрашивать, где он? В Барнауле. Он со мной связывается. А сам он преподаватель Красноярской академии и университета. И ведет курсы катехизации при епархии. Он со мной связывается. Все книги выписывает. А это 24 500 рублей стоит. И теперь он везде выступает и говорит. Он с Атоном Геннадием часто встречается. А Андрей это сказал. Этот услышал. Мгновенно среагировал. Мы с ним связались. Теперь он крещение принимает. Новые люди приходят. Вот как Бог делает. А Андрей Кураев говорит. Знаете, этот человек, Игнатий, в нем как-то так все связано. Вот у него баптистское такое рвение к Библии, пиетен. И одновременно старообрядческие каноны соблюдать. То есть каноны он отнес к старообрядцам. А моя любовь к Святой Библии, к баптистам. Вот такая смесь взрывоопасная там. И притом ему плевать, Игнатий, на наши какие-то решения. Библия говорит вот так и все. И он все говорит это. Какой у нас порядок. Как у нас за 7 минут заходят в храм. Кто не зашел, должен в притворе стоять. А как служба началась, у нас запирается дверь. Наша община очень необычная. У нас запрещено к себе звать. Запрещено это делать. Да как, а всех так как. Заманывают, а потом выйти трудно там. А у нас наоборот. Идут сколько хотят, столько уйдут. Хоть через день, хоть через два. Так мы подготавливаем ни день, ни два. А пять лет. Пять. Это 500 часов академических. От трех до пяти лет. Полное, полное, абсолютно полное толкование. Священное Писание, Новый Завет. Ветхозаветные книги и противосектантские. Это в университетах. Я в пяти университетах вел занятия. Три радиопрограммы вел. Во всех отделах милиции, воинских частях. У нас что было вчера, то и сегодня. Можешь не спрашивать. Вот так. Я хотел спросить, вот у вас как вы вот покаетесь? Как у вас вот в общине это? Как покаяться, когда на исповедь идут? Да, покаяться. Вот как человек, что вы узнаете, что он покаялся? Как вот, например, увидеть это? Ну, как это увидеть? Человек имеет связь с Богом. Допустим, вам интересно в общине или в университете? В общине вообще. В общине тут отдельная комната. Человек заходит перед священником и исповедь дает покаяние. Исповедь это покаяние. А когда где-то там, не здесь это, человек осознает грех. Мы вместе молимся. Он приходит и кается. Как кто это увидит? То есть он проповедит Слово Божие, да? Да, конечно. Как касается. Ну, хорошо, я отвечу. Я сижу в тюрьме. В Ташкенте. А на завтра мне и говорят. А я не оборачиваюсь. Я выпросил место там, вот такое короче, где встать около двери. Чтобы никому не мешать. И я молюсь ночью. И говорят, вот вчера вы молились на колени. Я никого не зову, ничего. Семь преступников уже стояли сзади вас на коленях. Разрешите, и мы тоже будем молиться. Я не призывал. А Бог дает покаяние. Следователь уверовал. Принял крещение. Начальник тюрьмы меня вызывал. Беседовали, принял христианское кончина. Это Бог делает. Понимаешь? Это нельзя сделать. Почему? И сеющий, и поливающий. Ничто. Нуль. Все. Бог возвращающий. Я благодарю Бога, что у меня врагов много. Я за них молюсь. Благодарю Бога, что меня давили по тюрьмам. Тащили психиатрию. 26 лет меня музыкало. Благодарю Бога. А меня Бог так пережарил, так перетер, что от прежнего уже ничего не осталось. Как вино переливало с сосуда в сосуд. Это мой путь. Я благодарю Бога, и всегда радость. Но у вас нет такого. Покаялся, вроде приняли его там. Прошел он эту подготовку, потом раз уходит. Сколько хочешь. Сколько хочешь. Что это, как это объяснить? Очень просто. Человек покаялся, и дальше он видит вокруг, как идет. Если бы не было рядом патриархии, просто не было бы. Ни один никуда не ушел. А мы говорим, ходите в патриархийную церковь. Вот я в 500 городов проехал. За эти годы мы проехали, купили газель с книгами. В каждом городе дарю 38 книг. Проехали порт во Владивосток, находка. Прошли Турцию. Переплыли к Папе Римскому. Лиссабон, Португалия. Прошли полностью Скандинавию. Прибалтику. А мы еще на север ушли. Такого путешествия никто не делал. Мы дарим книги. Дарим. Новые люди приходят. И если бы я был где-то отдельно, баптист, я минимум 500 общин мог бы образовать. А я всем до единого говорю, идите в храмы московской патриархии. А они это главные лютые волки против меня. Когда меня не будет, люди не поверят. Неужели могли гнать? Да, велика ваша награда. Бог испытывает. Нам Бог дал сейчас такую свободу. Над нами никого нету, кроме Бога. И не мы это. Мы ничего не делали, не рассказывали, сидели на месте. Они не знали, что с нами делать. А митрополит сказал, мы тут беседовали. А с кем беседовали? Я уже знаю, с патриархом Кириллом. И решили вас оставить так. Многообразие проявляется особая милость Божия. Нас никто не мог сдвинуть. И все зарубежные церкви, которые мы в России остались, две, которые не вошли в патриархию. А те сказали, а у нас их нету. И мы поняли, мы только для Бога. Полная свобода. Это две церкви Барнаул-Потеряевка, да? Да. Ну, две общины, не церкви. Две общины? Да. А вот ехали таможня, допустим, граница. Как вы проезжали? Ну, в первую очередь, нужно открыть, было получить паспорт заграничный. Паспорт. Там фотографируют сетчатку глаза. Если в Великобританию, там надо на Сибирь съехать. Отпечатки снимали. Ну, по-разному. А теперь открыть шенгенскую зону. Шенген, если открыли, тогда открыто все. В Турцию надо было только паспорт показать. Вообще не надо ничего. Через Грузию едешь, ничего не надо. Паспорт иностранный. Вот теперь. А как только мы входим в шенгенскую зону через Грецию? Все. Мы доезжаем до конца. Это все страны вошли в шенгенскую зону. Только заехать. И там вот у нас стоит район от района табличка. Там государство от государства только одна табличка стоит. Вообще ничего нет. И мы везде все снимали. С нами собака ехала. Чемпион России по охране. Чемпион России. С медалью. У нас Бог удивительно пустил. Мы шесть мусульманских республик прошли. Три раза в Чечне. Прошли Турцию с той стороны. И какие были молитвы, какие встречи. Это нельзя составить. А ночевали где-то в лесополосах, чтобы никто не видел. Как мы готовили обед. Что с собой было. Мы сначала отправляем 3,5-4 тонны книг. Где-то ставку делаем в Ростовской области. Или сейчас делали в Калужской. А потом возвращаемся, грузимся и опять уходим. Понимаете? Это повторить нельзя никак. Никто. На машине их везли. А просто транспортной компанией как-то отправили. Там где наша ставка. Там уже люди наши. И они ждут, разгружают. А мы приезжаем. Теперь из каждого тома по одной книге. Берем 25 экземпляров. И теперь мы едем. 25 государств объезжаем. Или 25 городов и районных центров. У нас опыта не было. Мы так и говорили. У нас сейчас такой опыт, что мы любому можем подсказать. Нам говорили. Вот там, так-то, в Польше. Особенно трудно. Оказалось, самое легко пройти через Польшу. Один раз мы в Шенген зашли через Польшу. Как просто. Говорят, дороги плохие. Дороги отличные. Самая, может, бедная, крохоборная страна Греция. Они ничего не делают. И везде. Проедешь 100 километров. Шлагбаум. Плати деньги. А она у нас высокая. Плати за грузовую. Они истощили нас. Но мы доехали. Там дали сигнал. Выдать еще 500 им евро. За нас молились все. И ролик выставлен. В Великобритании. Баптисты. Узнали, что мы едем. Так они стоят. Баптисты. Ребятишки рядом. Господи, благослови Игнатия в путешествии его друзей. И стоят и крестятся. Это не чудо Божье. Это все в интернете они сами выставили. Я хотел спросить про отца. Это забываю уже его имя. Бывший этот адвокат был или прокурор. Он там покаялся в Барнауле. Он уезжал к городу. Ты опять ушел вниз. Повыше. Так, так, так. Как же его он уезжал. Нет, не Братск, а там дальше. Он приезжал к вам с бородой. Как же его отец. Вы имеете общение с ним? С кем? Сейчас. Дорога была. Еще строилась Абакан. В Тайшете он служил. Ну и что? Отец Василий. Ну как сейчас его здоровье? Как он подвизается? Мы заезжали у него были. Заезжали? Когда мы заезжали, он говорит, я не хочу, чтобы снималось все это. Но когда мы обратно ехали, он уже собрал там репортеры или кто, все. Полный дом народу и стоят, уже все снимают. Все меняется. Понятно? А когда заезжали, для него было так непривычно. А когда ехали, уже все подготовили, стоят люди на треножнике и все снимают. В доме у него. Это все в интернете выставлено. Ну и вопросы, вопросы весь вечер были. Я еще хотел спросить, вот священники к вам заезжали, жили, потом что-то поуехали почему-то. Что их не устроило-то вот там? Где, какие священники? В Потеряевке у вас жили. Отец Александр, вот фамилию уже не помню. Там книга-то пишется, но сейчас фамилию не помню. Ну и что? Ну ни один священник приезжал, жил в Потеряевке. Один был священник, он потерял веру. У меня, говорит, веры никакой нет. А, потерял веру-то? Потерял веру, просто потерял ее нету и все, совсем потерял полностью. Так и отошел вообще что ли? Ушел вообще никуда не ходит, он уехал, уехал совсем. Книги, которые были там Ефрема Сеерина, все, побросал в баню и уехал. Вот, с Красноярска он был вроде как-то. Не знаю, откуда он был. Ну да, то есть, а так не было, что приехал священник, как-то поселился, жил, нету такого, да? Только он был, он только был, вот и все. Он был, он ничем не нуждается. Он был с Урала. У вас же вы готовите сейчас, я как... С Урала был он. А с Урала он, говорит, был. А с Урала? Ну и что? А с Урала-то вот приезжали, Игнатий Кихонович, приезжали священники. Как связь продолжается у вас общение? Такие священники, никого не было у нас больше. Два священника приезжали. Ну а где? Гости с Урала, там сфотографировано было книга. Не было, не было, не было никого. Ты что-то ошибся. Не было. У вас, я как понял, сейчас молодой готовится, поступил в семинарию, то есть он в вашей среде готовится... У нас двое учатся в семинарии, двое. А, двое. Да. То есть потом могут они рукоположиться к вам. Ну все дело Божье, пока об этом разговоры нет. Пока разговоры об этом нет. Просто учатся, закончат и все. Так, так, так. То есть две общины, которые не вошли в состав Московской патриархии. Да, и мы признали акт о каноническом общении. Они у нас приезжают, и когда служат, и сам митрополит поминает святейшего патриарха Кирилла, дальше первосвятителя русской православной зарубежной церкви, Илариона, митрополита, и дальше себя. Все тут понятно. Тут все на глазах у нас. Мы знаем, что... Отец Айким, он как бы, это, не подвластен этому митрополиту Сергию, как понять на себе. Но отец Айким-то... Конечно, нет. С чего ради-то? Нет. Ни дня, ни часа не было. Административно не может он указывать над ним ничего? Как административно-то? Ну он же митрополит, а если вы акт признали, то есть как бы должно быть... У вас просто мозги заподрили этой вот дурью-то, что епископ без него нельзя. Да никогда не было этого. Чтобы у вас там кто-то был... Он приезжает как друг, как брат. И все на этом. Что вам надо отменять? Если ему надо больше, мы знаем, что это смерть. Нам стоит сдвинуться. Ни деревни, ни лагеря, ничего не будет. Патриархия все уничтожает на своем пути. Уничтожает все. Это самая жестокая мафия в стране. Вот как. Антоний, вот он рядом сидит. Когда посмотрел, я ему дал маленько ролики-то. Ну, сайт ваш сказал. Он говорит, я заинтересовался. Я говорю, ну, ты свободный человек. Пообщайся, может быть и поедешь. Поедешь с благословения, конечно. Как там уж. И потом совсем хочет как вроде монашиство принять. Ну, вот такое. Говорит, и я очень заинтересовался. Меня очень интересно. И вот он вот в поиске сейчас. Я говорю, ну, надо пообщаться побольше. Вот так в беседах. Позадавать вопросы. И вот есть вопросы еще? Пожалуйста, еще вопрос у него. Давай, Антоний, молодец. Нормально? Давай, хорошо. Да, хорошо. Друг, опять же, в продолжении темы о животных. Вот, о животных, вот, души. Вот, что такое любовь? Вот друг задает вопрос сейчас. Что такое любовь? Именно к чему? Да. У кого? К кому? Животные человечества. В общем, в общем. Да, что объясняет-то, что такое любовь? Если девочка будет спрашивать, мама, а что такое любовь? Расскажи, как ты папу полюбил? Она говорит, когда подойдет тебе любовь, то ты забудешь и маму, и папу. Ну, что можно объяснять-то? Ты слепому разговариваешь, говоришь что-то. Это дар Божий. Да, дар Божий. Это надо же недостатки. Там чувства такие. Недостатки будет показывать в хорошем свете. Любовь. Я люблю моего Господа. В первую очередь, за что Он мне дал жизнь. Я родился. Другие рождаются с недостатками. У меня ни одного недостатка. У нас 10 детей в семье было, живых только. А было 12. А отец был без руки. А все родились руками. Мы выросли в поле. В поле выросли. Отец был пастух. Я за это благодарю Бога. Отец с матерью вдвоем не кончили полкласса. Поэтому я воспитывался на свободе. Страшно много считал. Я не имею никакого духовного образования. Но я учусь 50 лет непрерывно. Мне это все интересно. Я уже в 77-й год. Понятно, что ресурсы исчерпаны. А я как будто не начинал жить. Это 25 лет мне. До всего дела есть. У меня не память. И ничем Бог не обидел. Я на голубятни, с голубятни, на велосипеде гоню с ребятишками. Я 44 года основатель и начальник детского лагеря. Без помощи государства тысячи детей отдохнули. Нам есть что показать. Мы рады. Игнатий Тихонович, и по поводу вопроса о юродстве. То есть тема такая очень интересная. Я вот сейчас не могу понять. Остались или сохранились? Сейчас современное время, которое сейчас идет, юродивое. Они вообще остались? Или это все вымерло уже, как динозавры. Это все вот такое. Одна женщина, которая пришла к нашему архиерею, тогда был Гедеон, допустим. Владыка, благословите меня. Я хочу юродство. А зачем тебе? Ты от рождения дура, говорит. Ну да. Юродство, это люди, говорят. Люди будут считать. В кого поверили? В плотника, распятого. Он себя не мог спасти. Они считают. А эти поняли, что нужно придуряться. Слюни распустить и капуста в бороде, чтобы была. Это дурь. Наоборот. Господь никого не любит, кроме живущего с премудростью. Так Соломон говорит, с премудростью. Надо просить у Бога ума, разума, память. А тут дурь одна. Ну что скажешь? Это православие. На одних дураках ждут, когда имели, поймают щуку или что-то. Печь поедет у него. Игнат Тихонович, а по каким вообще, стоит ли вообще, по каким-то признакам определять? Или признаки стоит вообще отбросить, что это только Богу, одному ведомо, кто юродивый? Или признаки какие-то есть? Юродивые мы все. Все. Для мира мы юродивые. Все. Я ни во что ставлю деньги. Я вообще цены деньгам не знаю. У меня минимальная пенсия. Но нынче я подумал, надо ремонтировать пруды. Пруды ремонтировать. И дорогу. У меня сразу же в первый день полмиллиона на столе лежит. Полмиллиона. Я все отдал за землю. Закопали. Пошли. На усю. Билдозер. Технику наняли. Все. У меня ничего нету. В любой момент. Вот книгу издаю, книгу. У меня нет. Это же миллионы. Вот за два года только мы ездили. Я подарил на 7 миллионов 150 тысяч. А пенсия 6 тысяч 275 рублей 3 копейки. Ну я знаю, что это не мое. И Бог делает так. Вот мы ложимся спать. У меня тут два священника в гостях. Я говорю, давайте, братья, помолимся. Мне завтра книгу выкупать надо. Там том пятый. А их 30 томов. Открытым оком. Деньги, чтобы Бог дал мне. А откуда? Да откуда же я знаю это? Бог знает. Только легли спать. Сейчас прошел звонок. А мне неудобно так. В избе прохладно. Зима. Ну просто я думаю, ну я же сказал, не звонить. С 3 до 17 по Москве. Ну ладно. Дотянулся. Телефон взял. Алло. Так, это кто? Ну кто вам кого надо? Да мы из Америки звоним. Вот у нас дядя умер Климент. И говорят, где церковь о имя Климента. Там молитва лучше слышится. Так у вас говорят Климент. Святой. Святая Климентская церковь. Я говорю, нет. Это лагерь. Лагерь сейчас Климента Анкирска. В честь. Ну мы хотели вам деньги послать. К утру уже в Эстон Юйон. Мне деньги в руки передает здесь. Все. Это Бог делает. У меня голубятцы. Породистые голуби. Очень породистые. Но ястреб налетает и хватает самых лучших ястреб. У него крейсерская скорость раза в два больше, чем у голубя. Ничего нельзя сделать. Стрелять нельзя. В городе. Тогда мы сделали... На Руси там были неуродивые. Игнать Игнатьич, на Руси там. Из рек мы сделали крест восьмиконечный, высшей головы. Тут были два священника. Вышли, помолились. И святой водой полили этот крест. Ребята взяли. А тут у нас рядом опь, река. И тут деревья растут. И они пошли и в кроне установили этот крест. Привязали, полезли. Ну и мы что этому ястребу-то? Соколу-то? Вот что он смотрит? Но больше он ни разу не перешел. Только видно, как вдоль леса летит, а сюда не может перелететь. И больше ни разу здесь не был. Так было у Ярна Затауси. Игнать Тихонович, извините, я вас перебью. По поводу... На Руси-то были же юродивые раньше? На Руси. Ну и что, к чему мы пришли? Что доказывать-то? Нет. Вот признаки какие-то. Стоит ли по признакам их определять или нет? Или это не дано человеку обычному... Зачем определять-то? Ну, чтобы понять, юродивый это или нет? И как к нему относиться? Зачем его определять-то? Ну, только начал говорить, ты видишь, что дурью маются. Ну, отойди от него. Дурдом о нем плачет. Ну, что придумывают-то? Где это видно было, чтобы апостолы искали дураков? Как высказывают. Оно все в православии юродивое. На мощах, да на монахах. И приехали. Голое тело, голая церковь. Ну, все, спасибо. Слава Иисусу. Ну, вся вахта там. Давай, становись. Ну, так, в общем, все вроде мы. Задали вопросы. Ты опять ушел вниз. Повыше голову-то. Одна губа верхняя видать только. Вот так. Говори. Здесь ходи, нормально вижу. Так. Так, так, так. Пока говорили, вопрос какой-то был у меня. Все хотел спросить тоже. Я вам вопрос задал, вы не ответили. Почему я ни одного человека ни разу не спросил? Какой церкви принадлежит? Говорят, динаминация, там, конфессия. Динаминация, конфессия – это ересь. Так и надо отвечать. Я ни одного человека ни разу не спросил. Почему? Я в разговоре его сейчас узнаю. Буду задавать наводящие вопросы. Ни разу никого. Сказать можно в ответ что угодно. Но соответствуешь ли? Ты меня спрашиваешь о предании, я тебе отвечаю. А Божья Матерь отвечает и понял, что я не баптист. Ну, вот и все. А я тебе могу рассказывать. Там я папе римскому брат родной, еще и зато выйдет. Заезжали как-то, я ролик смотрел. Два баптиста к вам, братья-то. И там они по-своему ездили, видно. Но заехали, говорит. И так вы беседу там вели, пригласили друг друга. Были они у вас еще? Были они у нас. Но когда мы туда приехали, они даже близко не допустили нас. Они испугались. При свете в Рубан Валере ни под каким видом. Мы к ним туда приехали. Мы встретились. И звонит человек, у которого жена там находится. Ни под каким видом нету. А они широкие. Они смелые, когда никого нету. Но когда они встречают истину православия, от них праха не остается. Я еще хотел спросить. Может вы знали, из Кызыла переехал на Алтай жить Ложкин. Павел Васильевич такой был. Не знаю такого. Никогда не встречались. Не встречался никогда. Нет. Ну, может быть, вы там жили. Вы в Кызыле были. Ложкин он сказал. Ложкин Андрей. Ложкин. Ложкин, нет. Павел Ложкин. Андрей приезжал там из Мурманска, нынешний, военный. Побыл маленько, уехал обратно. А это другой. А старый баптист, это он с Кызыла, уехал жить на Алтай. Я думаю, может вы как-то знали его. Не знал, не слышал даже. Ну, в Кызыле-то вы были, как я раньше сказал. У меня жена из Кызыла. У меня жена из Кызыла. А, вот как. Вот так, так. Я ездил знакомиться с ее родителями. Вот, вы были в Кызыле. Да, был. Пресвитер рассказывал нам, что был Игнатий. Как раз разделение было, и вы там участвовали маленько в примирении. Да, да. Было, было это, да. Да не маленько, а полностью примирились две общины. Но каждый считал, что я с отделенных, а другие считали, что я из дорегистрированных баптист. А я православный. Вот, что значит для всех сделать со всем. Чтобы приобрести, по крайней мере, некоторые. Хоть одного Сергея. Да. Еще вопрос. Ну, в общем, благодарим вас. С праздником еще раз. Спаси Христос вас. Простите, что не так. Просим прощения. Ну, нас простите тоже. В разговоре все бывает. Да. Слава Христу. Да. Все, вы крещайте. Вы крещайте, давайте. Да, да. Слаба Богу. Это Пестов Сергий. Как раз он там был, когда это примирение было. Это он знает. Мы давно знакомы. Знакомы лет 40, наверное. Вот так. Хороший человек. У него дочери за священниками. И они говорят, когда посмотрели, как крещение, полное погружение. Они там покрепили. Раз он из баптистов пришел, то естественно, что стал православным батюшкой. И детей крестили маленьких. Она говорит, папа, какого счастья ты нас лишил, когда дети крестишь. Потому что я не могу в взрослом состоянии отдаться Христу в крещение. И они высказывают. Он вот здесь вот сидел, вот здесь вот. И говорил это. С великой печалью. Поэтому о детском крещении уже Дмитрий Смирнов, да и все. Осип об этом говорит. Оно не на месте у нас. Оно должно быть только у тех, где действительно верующие, настоящие христиане. А остальное-то так, блеф. Никаких кубовов и ничего нету. Все, пока. Продолжение следует.